Всем доброго времени суток. Зовут меня Елена и сегодня мое видео в орхидейном безумии. У нас в Сочи был завоз орхидей и у меня были заказаны определенные орхидеи. Но Микс подарил вот такую красоту. Я сопротивлялась всей душой, но меня уговорила дочь, сказала, мам, ты не возьмешь, потом жалеть будешь. Такая вот красота. Она такая, ну, воскричу. Камера чуть-чуть искажает цвет, она более насыщенного, глубокого такого цвета, более оранжевая. Ну, вот красивая какая, да? Вот она мультифлора, мультифлора. Вот, вот такой вот букетище. Это орхидея от оптифлор. Как называется, не знаю, но по номеру паспорта можно узнать. Вот с такой вот отличной корневой. Там есть и растущие корни. И вот интересно, она посажена в кору, и причем неплохая кора, и мох. Вот видно, да? У нее везде кора и мох. Вот так вот. И только уже думая, поняла, с какими она мощными большими листьями. Ну, в общем, вот такую красоту я нежданно-негаданно для себя приобрела. Ну, очень красивая, да? Наверное, скорее всего, конечно, не купила бы, жалела. Места не хватает катастрофически. Силы воли вообще никакой нет. Ну, вот такая вот красавица. И еще одна незапланированная покупка. Тоже мультифлора. Чтобы меня на мультифлоры понесло в последнее время. Вот, вот она немножко сушит бутоны. Там немножко поотвалились. Вот сушит бутон. Я работала так, что мне не было возможности вытащить их из упаковки. Вот они три дня отстояли у меня в изоляции в упаковке. Вот эта орхидея, она тоже от Аптифлор. У нее какие ветвистые, да, ветки. Но она без мха, она просто посажена в кору. У нее тоже вот такие в отличном состоянии корни. Только сверху вот воздушные корни подсушенные есть. Ну, тут немножко, вот в этом горшке немножко мох. Но все равно там есть растущие корни, плохих корней нет совсем. Ну, вот такие вот две красавицы. Вот они вроде бы как похожи. Но это совсем вот... Сейчас фокусируйся. Вот, она совсем другая. Она совсем другая. И камера немножко тоже высветляет. У нее более такой темный насыщенный цвет. Темно-персиковая. Если это оранжевая, то это темно-персиковая. Места нет, а цветут. Посажу их в групповую посадку. Ну, очень, да? Вот у меня чувство такое. Печалиться или радоваться. Это вообще дожилась. Вот. Вот такие две. Вот такие две сравнения рядом. Вот такие две красоты. Чудо, как хорошие. Ну, и сейчас о тех орхидеях, которые я заказывала. Которые я ждала. Которые я очень хотела. Папам. Литл флэш. Девочки, ну она же действительно вспышка. Девочки, мальчики, гляньте же, какая она красота. Она тоже мультифлора. Но не настолько. Вот здесь вот. На горошке видно, вот. Отломался цветочек, бутончик, веточка. Вот она посажена в такой прям влагоемкий субстрат. Там кора. Вот кокосовое волокно. Ну, вот такой вот. Вот такая вот красавица. От вот такого производителя. Ну, и что там у нее с корнями? С корнями у нее тоже. Вот с этой стороны не очень много. Сейчас поверну. Вот такие вот корни. Растение политое. Пришло. Но плохих корней я не вижу. Вот этот вот, который на камеру как бы светлеет. Нет, нет. Он неплохой, не испорченный. Он растущий корень. Ну, вот такая вот красавица. Вот ее я очень ждала. Она, конечно, высокая. Ну, вот такая вот. Такая вот вспышка. Ну, красивая, да? Просто каждый цветочек разрисован по-разному. Чудо-орхидея. Были, особенно, всегда такие вот желанные орхидеи, которые хочешь. Не всегда приходят в том качестве, каком хотелось бы. Ну, гляньте, какая же она красивая. Она просто потрясающая. Ну, на вот этих ответвлениях, вот у нее, где один, где два бутончика. Ну, вот все равно она мультифлора. Ну, такая вот красота. Так. Ну, и моя... Прям очень я ее хотела. Литл зебра. Вот она, маленькая копия. Black Stripes орхидеи. Вот такая вот. У нее тоже субстрат. Вот, видите, тоже с кокосовым волокном. Кора. Такой, я бы сказала, влагоемкий. Такие вот отличные корни. Их как бы, ну, вот и растущие корни. Их не так, ну, не битком, как вот у тех мультифлор. Ну, вот все равно их достаточно. Растения пришли политы. Вот такой производитель тоже. Ну, вот такая вот она. Это литл зебра. Кстати, цветочки у нее, вот. Ну, наверное, сантиметров по пять. Они не маленькие. Не крошечные. Растения все в 12-х горшках. Вот. С кучей у нее от ветвлений. Ну, красота, да? Вот. Просто красота. Ну, и последняя. Орхидейка. Которую я прям ждала, хотела. И даже не рассчитывала, что она у меня так скоро появится. Это Зора. Вот камера все-таки высветляет у него более такой глубокий тоже оранжево-желто-коричневый цвет. Сейчас с другой стороны поверну. Плотная-плотная. Вот она уж совсем восковетна. Тоже вот так вот куча ответвлений на цветоносе. Вот здесь сломался цветоносик. Ну, вот. И вот она. Это моя орхидейка. Вот производитель. Фокус потерялся. Вот она была вот в этом горшке. Вот. Бумажном стакане. Поэтому корни как бы не очень хорошо. Можно было разглядеть. Я пыталась достать, посмотреть. Но она цеплялась бутонами, цветами. Боялась поломать. Но корней плохих нет. Я достала, рассмотрела. Здесь просто горшок водорослей. Вот везде. Растущие корни. Вот везде. Ну и вот так весь горшок, конечно, заполнен водорослями. Но корни все в отличном состоянии. Плохих корней нет совсем. Вот они какие. Лаковые корни. Вон растущий корешок. Ну вот. Вот так я посетила завоз орхидеи. Но красота, да? Ну и теперь общим планом всю эту красотищу. Девочки, миленькие мальчики, тоже не берите с меня пример. Это какое-то безумие. Это какое-то безумие. Это невозможная красота. Но радость, меняющаяся с чувством вины какой-то. Это ужас. Ну вот. Всем большое спасибо, что выдержали мое долгое видео. Всего всем доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok